Всем здравствуйте! Сегодня мы посмотрим расклад, который я делаю некоторое время назад у себя в Телеграм-канале. Правда, он был намного больше, там было больше вопросов. Но для тех, кто не подписан на мой Телеграм, я решила здесь его продублировать и сделать еще и по позициям. Но если вам хочется посмотреть этот расклад, вы можете перейти под этим видео по ссылке «Мои услуги» и увидеть сверху мои контакты. В них будет ссылка на Телеграм-канал. Я уже говорила, это неоднократно, не знаю, кто слушает мои расклады с самого начала, возможно, слышали уже. Кому интересно, приходите. А кому не интересно, мы посмотрим сейчас. У нас три позиции будет, три камешка. Расклад у нас называется «О чем спасить у неба». Так, я здесь аккуратненько так сижу, чтобы не задеть камеру рукой. Надеюсь, мне хорошо слышно, не будет никаких перебоев с микрофоном, что опять в последнее время он стал шалить. Итак, надеюсь, вы определились с позицией. Мы с вами приступаем. Позиция номер один. Позиция номер один. Голубенький камешек. Ага, не видно. Вот сюда, да? Пониже, вот сюда, значит, чтобы входил в камеру. Так, и будет мне, ага, указывать краски линию. Итак, первый вопрос. Что нам пытается сказать на данный момент небо? Что она нам пытается сказать? Шут. Пытается сказать, что что-то новое старается, либо просится, либо хочется. Хочет ворваться в нашу жизнь. Что-то новое. Что-то новое. Что-то именно связанное с финансовым планом. Возможно, здесь кому-то интересен. Интересны изменения в статусе. Да, то есть, либо здесь может быть то, что хочется какой-то вот стабильности, что ли, в жизни. Более понятной, более ясной, более известной, без каких-либо таких эмоциональных качелей. Да, то есть хочется предсказуемой жизни, комфортной. Кому-то она может показаться скучной, но кому-то вот сейчас вот прям это необходимо. Мне хочется спросить, а почему? Почему? Король кубков. Так, что-то здесь было связано с прошлым. Знаете, наверное, сейчас какой-то этап, когда человеку как-то необходимо примириться с прошлым, либо примириться с эмоциями. Может быть, сейчас какой-то этап восстановления на эмоциональном плане. Может быть, переосмысление и понимание того, что как-то эмоции, они хороши. Король кубков – это тот персонаж, который умеет управлять своими эмоциями. То есть здесь, возможно, приходит понимание того, что хотелось бы, чтобы эмоции были подконтрольны. Да, чтобы ими можно было управлять. Что хорошо было бы быть эмоциональным, конечно, человеком, но не чтобы эмоции нами управляли, а мы управляли. У меня дико разболелась голова. Здесь либо кто-то очень много думает, либо кого-то сейчас на данный момент мучают мигрени. Почему здесь важно вот именно примириться с эмоциями, что не так? Вот Королева педагоги, краски, и говорит о стабильности, о том, что не хочу больше каких-то эмоций, хочу... Может, для кого-то это покажется «примитивной» в кавычке жизни, то есть понятной, доступной, конкретной, без каких-то неожиданностей, что ли. Вот это какой-то новый этап, знаете, человека, который, хочется сказать, как нагулялся, да? Человек, который прожил много всего и сейчас как-то остепенился. Вот здесь об этом идет речь. Либо это какой-то период, когда человек не хочет сейчас проживать какие-то эмоции. Неважно, это позитивные либо негативные. Так, и что нам хочет теперь небо, пытается сказать, да, об этом этапе? Император. Да, вот здесь как раз речь идет о тех людях, которые по каким-то причинам некоторое время назад проживали достаточно эмоциональную жизнь. Либо наполненную эмоциями, да? Здесь речь идет о краске императора, да, о человеке, который остепенился, который хочет некой такой, знаете, фундаментальной жизни именно в моменте здесь и сейчас. То есть человек, который хочет быть хозяином своей жизни. Здесь вот такое ощущение, знаете, человека, который хочет управлять своей жизнью. Здесь не про контроль, а здесь вот именно про какую-то хозяйственность. То есть все разложить по полочкам, понять для себя, что мне нужно, как я хочу, для чего я хочу. Да, то есть вот как-то вот без приукрас, без каких-либо иллюзий. То есть здесь, вероятнее всего, человек, который прошел опыт, да, и чему-то научился. Скорее всего, на своих ошибках. И то, чему он научился, да, это, вероятнее всего, снятие розовых очков. То есть человек научился смотреть реалистично на свою жизнь. Ну, понять, что мне так, как дико разболелась голова неожиданно. Хорошо. От чего нас хочет уберечь небо? Так, от чего нас хочет уберечь небо? Десятка мечей. От какого-то груза, от завершения. А как раз-таки от груза, от чего, да? От того, чтобы мы больше, скорее всего, не попадались в эту десятку мечей, да, чтобы не было больше каких-то вот болезненных моментов, да, чтобы не было в жизни больше боли, чтобы было больше радости, чтобы было больше внимания, уважения, заботы, теплоты, уюта, комфорта. Здесь, скорее всего, действительно, человек, знаете как, это не то, чтобы полоса какая-то темная была в жизни человека, а здесь, скорее всего, как будто бы вот опыт всей его жизни, он был достаточно насыщенным. Было очень много переживаний, трудностей, преодолений, и вот это выматывает. То есть здесь такое состояние человека, который вымотан какими-то мыслями, возможно, убеждениями, неудачами, потерями, утратами. Очень-очень много боли в жизни человека здесь проходит. И здесь небо хочет уберечь как раз-таки от того, чтобы в следующий раз этого не было. Именно поэтому нам дается некая такая приземленность, реалистичность, отсутствие романтичности. Человек, который не идет, усмирился, угомонился, остепенился. То есть человек, который будет выбирать даже, допустим, если отношения выстраивать с людьми, уже будет выстраивать их исключительно по логике, без какой-то вот этой эмоциональности, когда меня торкнуло, когда меня екнуло, когда эти бабочки... То есть вы уже на это не обращаете внимания. Не то, что вы исключаете, допустим, там, любовь, либо какие-то эмоции в своей жизни, нет. Но здесь уже присутствует здравый рассудок. Вот больше человек, который опирается на логику. Что небо хочет нам подарить? Что хочет нам небо подарить? Новое начало, да, Паш Пендакли. Новое начало, новая жизнь, когда человек заново, заново учится жизни, да, только уже здесь какой-то правильной жизни. Правильной в контексте земной, понятной, без иллюзий, да. Чему он здесь учится? Человек, который учится думать, быть очень внимательным, быть аккуратным, последовательным, никуда не торопиться. Да, видите, человек учится открытости, честности, справедливости по жизни. То есть небо нам хочет подарить такую жизнь, да, которую мы заслужили. Вот именно по праву, по справедливости. Мне хочется сказать, что здесь очень много шишек было набито. И теперь пришел какой-то вот момент, вот сказала, да, и солнышко выпало. Момент компенсации, да. То есть это даже не новая какая-то полоса, либо череда в жизни человека, а это скорее всего, начиная с этого момента и вперед, по времени здесь не ограничено, будет такая светлая полоса, светлая полоса, позитивная полоса. Здесь, знаете, человек, который как-то вот одумался, что ли. То есть вы и раньше, в принципе, осознавали и понимали, где вы ошибаетесь, где вы что-то делаете не так, но все равно вот у вас как будто бы одолевали эмоции, и вы велись на эти эмоции, на эти состояния. А сейчас вот какой-то вот такой здравый смысл, то есть человек, который никуда не торопится. Я не говорю здесь о том, что, вот я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, что здесь прям жизнь будет такая серая, скучная, однообразная. Нет, ни в коем случае. Просто здесь присутствует мудрость. То есть здесь по первой позиции люди, которые прожили многое в своей жизни, и исходя из этого сделали правильные выводы. То есть стали понимать, что если, я не знаю, доброта – это хорошо, но нужно понимать, где и с кем, и как себя вести. То есть уже не так быть наивными, не так быть доверчивыми, скорее всего, больше быть избирательными. По аркану справедливости здесь люди, которые уже понимают причину-следственную связь, понимают законы, законы мироздания, много читают, интересуются. И здесь для людей важна уже честность. Честность, ясность, открытость и понятность. В первую очередь по отношению к самому себе и в дальнейшем уже то, что касается жизни в общем. То есть здесь какие-то внутренние перемены произошли у человека. Поэтому начинаем с шута, с обновления, с какого-то нового начинания и заканчиваем тоже солнышком, что тоже является новым витком нашей жизни. Тоже какое-то новое начало. На это начало оно уже позитивное идет. Вот такой был у нас первый расклад, первая позиция. Коротенький такой достаточно. Но мне кажется информативный. Кому что нужно было услышать. Надеюсь, вы услышали. Так, отодвинулся туда подальше. Позиция номер два. Красненький камешек. Красненький камешек. Так, двоечки. Смотрим вас. Посмотрим, что пытается нам подсказать небо. Что небо пытается нам сказать. О каких-то внезапных моментах, неожиданных. О каком-то разрушении. Что здесь разрушается. Здесь разрушается, как будто бы какая-то ваша стена защитная. То есть то, как вы отгораживаетесь. Как-то от чего вы тут отгораживаетесь. От выбора. То есть нежелание сделать выбор. Двигаться дальше. То есть здесь речь идет о том, что как бы вы ни старались уйти от какого-то выбора, который вам необходимо сделать, по поводу вашего дальнейшего движения, куда вы идете. То есть здесь, скорее всего, либо не готовы, либо не уверены. Нет, скорее всего, нет желания. Не то, чтобы не уверены. Здесь какой-то такой момент, что человека, возможно, ранее вам предлагалось, давался какой-то выбор, какая-то возможность в контексте того, в каком направлении вы пойдете, что вам нужно будет сделать. Но, видимо, вы не очень-то и захотели двигаться дальше, потому что вам нравилось то, что вы имели, либо то, как вы жили. И вот здесь неожиданно появляется башня, которая говорит о том, что хочешь, не хочешь, а тебе придется двигаться дальше. Нравится тебе это или нет? И здесь идут внезапные разрушения. Разрушение вашей какой-то защиты. То, что вы как-то отстранялись, закрывались. Шестерка кубков, да? Что у нас? Что-то связанное с прошлым, да? Какое-то прошлое ваше разрушается. Что за прошлое? Вот четверка педагоги говорит о какой-то стабильности, да, закрытии, о нежелании открываться. Нежелание как-то идти на расширение, на дальнейшее какое-то движение. Почему? Почему? Почему вы не хотите идти дальше? Ну, потому что вас все, в принципе, устраивает. То есть какая-то зона комфорта, да, я не знаю, о чем здесь речь идет, о какой ситуации, но здесь говорится о том, что хотите вы не хотите, что-то внезапно случится, либо уже случилось, что-то разрушилось для того, чтобы выстроилось заново. Что нужно выстроить здесь? Что должно здесь выстроиться? Десятка жестов. Аркан отшельника. Что должно здесь выстроиться? Так, секундочку, я подумаю. Здесь должно разрушиться, здесь не показывает, что должно выстроиться. Здесь показано, что должно разрушиться. Должна разрушиться вот эта вот тяжесть, груз какой-то. Это груз ответственности, который вы несёте на себе долгое время. И это груз, эти какие-то обязательства, невозможность дальше двигаться. То есть наше убеждение по поводу того, что есть какие-то ограничения. Нам кажется, что есть какие-то обязательства, которые не дают мне дальше двигаться. Вот это должно быть разрушено. Причём некое такое затворничество. То есть когда мне хочется побыть в себе. Вот так интересно. А двойкам в принципе это не свойственно. Уединение, это не единички. Но тут у нас выпал отшельник, который говорит о том, что... Может быть здесь человек, знаете, как-то ищет ответы на вопросы внутри себя, но не может найти. То есть как выйти из какой-то ситуации. Слишком самостоятельно, как будто бы не получается. Необходима какая-то помощь, необходима какая-то подсказка. Но в этом и заключается иллюзия о том, что вы не можете. Вы не можете. Здесь это должно разрушиться. Да, должен прийти пожезлов. То есть вы должны будете двигаться дальше. Какое-то позитивное будущее своё, в котором вам кажется, что я пока ещё не готов. Не готова, но придётся туда двигаться. Возможно, ждёте какое-то предложение. Ну, у меня такое ощущение, что вот вы как будто бы ждёте какую-то подсказку, что ли, какой-то сигнал, какой-то знак. Но опять же таки ждёте. Не то, что в ожидании здесь находитесь, а скорее всего вы себе говорите, что если я получу очень чёткий, ясный сигнал, то да, я тогда согласна идти дальше. Если нет, то вот пока я погружаюсь в себя. То есть есть какая-то, знаете, интровертность. Здесь дефицит энергии ещё. Нету. Это вот упадок сил, когда человек больше погружается вглубь себя. И ну вот в этом мрачном каком-то состоянии, в котором вы находитесь, упадческом, да, вы и видите какие-то, гоняете внутри себя мысли по поводу того, что я не могу решить что-то решить, либо решиться на то, чтобы как-то двигаться вперёд. То есть небо пытается вам подсказать, что, видимо, вы самостоятельно не справляетесь с разрушением. И поэтому будет какая-то ситуация, либо уже произошла, либо произойдёт что-то такое внезапное, неожиданное, что вам разрушит вот этот привычный вам устой. От чего небо хочет вас уберечь? От пятёрки пендакли. С чем у нас здесь связана пятёрка пендакли? О чём нам здесь говорит кризис пятёрка пендакли? Чего хочет уберечь? Секундочку, а чего хочет уберечь здесь? От каких-то таких, знаете, трудностей, сложностей с чем? Здесь как будто бы, знаете, идёт не доверие по поводу будущего, по поводу перемен, что вот вы как будто бы справитесь, что ли. Здесь человек не совсем уверен, что у него получится, да, вот. Что он сможет изменить свою жизнь как-то вот в позитивное русло, да. То есть как бы вы ни думали об этом, как бы вы ни анализировали, вы как будто бы не видите этого шанса, этой возможности. И поэтому небо вас хочет уберечь от ещё большего кризиса, в который вы, возможно, войдёте. Именно поэтому, то есть, знаете, есть такое ощущение, что вам дали carte blanche, сказали, ладно, решай, пойдёшь ты дальше или нет. И вы как-то мечетесь, и как-то ничего не получается, и не видите выхода. Ну, то есть вам дали какой-то период времени, видят небеса, что не получается. И чем больше они вас оставляют как-то на самостоятельное решение, тем хуже становится. Вот чтобы не было ещё хуже, чтобы вы полностью не утратили как будто бы себя, и не впали в депрессию, вам как раз-таки и даётся разрушение, да, внезапные, неожиданные в вашей жизни. То есть хотят вас уберечь от ещё большего кризиса, да, и от каких-то больших проблем. Что хотят вам подарить? Что хотят вам подарить? Вот десятку кубков. Хотят подарить вам как раз-таки счастье, удовольствие, наслаждение, радость, пик эмоций. Хороший момент. Вот видите, дружбу, праздник, веселье. Хотят подарить вам то состояние, когда вы больше не будете ощущать себя жертвой обстоятельств, когда вы выйдете как раз-таки из состояния повешенного, когда не знаете, как найти выход из ситуации. Хотят подарить вам излечение. В чём вы должны излечиться? Ну, огонька вам здесь не хватает на данный момент. Как-то вот вы грузитесь в прошлом, что-то как-то вот вас накрыло это прошлое, и вы, в принципе, не двигаетесь дальше, не ставите себе цели, да, то есть перестали как-то мечтать, фатозировать. Здесь такое чувство, что как будто бы отказались от себя. Знаете, человек, который как-то развивался, шёл вперёд, был на позитиве, а потом вдруг сник. То есть сник и такое чувство, что смирились, да, ну как-то смирились с обстоятельствами. Вот от этого вас хочет уберечь небо и сказать, что не надо унывать. Впереди тебя ждёт позитивная десятка кубков, да, впереди тебя ждёт счастье, удача. Вот она, королева жезлов, да, самое позитивное, что вы можете сами себе создать. Видите, королева жезлов, девятка педаклей. Самодостаточность, опыт, умение зарабатывать, финансовая сторона вопроса, ваше состояние и ощущение целостности, выход из каких-то туманных, непонятных, иллюзорных моментов. То есть у меня такое ощущение, что здесь просто период, но если небеса не помогут вам, вы самостоятельно не выберетесь, да, то есть вместо того, чтобы выбираться, вы ещё больше погружаетесь. Вот, вот такой у меня был второй расклад и вторая позиция. Вторая позиция. Вот так. Соберём красненький камешек. Так, а мы с вами переходим к позиции номер три, зелёненькому камешку. Сюда, волочек. Троечки вас приветствую. Посмотрим, что вам пытаются подсказать небеса, да. Аркан мира. Идёт какой-то этап завершения. Завершение. Завершение конфликтов, ссор, какой-то борьбы, неудовлетворения от своей жизни, да, и аркан сутап подтверждает это, да, что наступает этап очень важный в вашей жизни, да, переосмысление, переоценки ценностей для того, чтобы вы переродились. Переродились заново. То есть здесь какой-то серьёзный, серьёзный, судьбоносный этап в вашей жизни идёт. Вот, что он нам говорит, аркан мага, да, что у вас есть какая-то возможность повлиять на вашу жизнь, изменить её, в какую сторону изменить? Ну, пойти в новое. В то новое, в которое вы не хотите идти, хитрите. Что в этом новом есть? Колесо фортуны. Смена. Смотри, здесь сколько великих арканов выпадает, причём судьбоносных. То есть вы, подсказка говорит о том, что вы идёте, меняете свою судьбу, да, то есть наступает какой-то момент, когда вы осознанно можете повлиять на собственное решение и изменить свою судьбу. А в какую сторону вы её можете изменить? Ну, вот аркан звезды, позитивную, в сторону достижения своих каких-то целей, реализации этих желаний. Для кого-то это аркан суда, и аркан звезды говорит о том, что, возможно, человек может найти своё призвание по жизни, да, то есть пришло то время, когда нужно уже отказаться от каких-то, не знаю, поверхностных, эфемерных желаний в контексте именно профессии и найти своё место в жизни. То есть наступил какой-то вот такой этап у вас будет достаточно судьбоносный, всё будет складываться таким образом, что вы, наконец-таки, нашли своё место в этой жизни и начали реализовывать то, что вам прописано по судьбе. Но, знаете, здесь не в контексте каких-то кармических уроков, прохождения, нет, а в контексте того, когда вы начинаете уже как-то что-то отдавать этому миру. То есть для чего вы были созданы, да, вот пришло время, прозвучал вот этот горн, да, о том, что пришло время реализовывать... Вот, знаете, как пришли к вам спрашивать с вас, то... Здесь как-то, знаете, был какой-то период, когда небеса говорили, хорошо, пускай там человек живёт либо действует так, как он считает нужным, да, то есть была какая-то вот такая свобода, в кавычках, условно говоря, но придёт время, да, я спрошу с тебя плату. И вот эта вот плата, она как-то, она не в негативном ключе, ну, то есть нужно будет отрабатывать, то есть какой-то серьёзный этап жизни начинается. До этого вот были какие-то игры, там, я не знаю, лёгкость, поверхностное всё было, то есть вам разрешали что-то там пробовать, что-то экспериментировать. А теперь начинается такой момент, когда уже всё, игры заканчиваются, и нужно уже по-взрослому как-то поступать. Но здесь вот и звезда, и аркан суда говорит обычно о том, когда люди задумываются о своём призвании, о своём предназначении. Кому может показаться странным, да, что, я не знаю, там, например, 40-50 лет, и там 60, и что, я сейчас буду? Да, вот именно сейчас вы как будто бы почувствуете, что внутри вас есть вот какой-то, знаете, зов, вот куда-то вас зовёт, что-то нужно сделать, возможно, вы ещё не совсем понимаете, что это, но есть вот такое ощущение, что ваша жизнь кардинально изменится, вы будете как будто бы то ли заниматься чем-то другим, то ли, возможно, смена жительства, какой-то вот переезд, то есть что-то такое судьбоносное, но оно не будет касаться как-то вас. А здесь, то есть здесь не про индивидуальность, а у меня такое ощущение, что вот вы как будто бы должны служить людям, вот вы должны служить людям, должны служить миру. И вот сейчас вы будете внутри себя ощущать это чувство, что вот я хочу отдавать. Не совсем будет понятно, чётко ясно, что именно отдавать, кому отдавать, каким образом, но такое, знаете, какой-то червячок в одном месте, который не даёт спокойствия. Вот такое ощущение, что вот надо куда-то пойти, надо что-то сделать, вот куда-то надо бежать. Вот ты сидишь и понимаешь, что у тебя все дела закончены, но вот это вот чувство, ощущение, то, что нужно совершить какие-то действия. Вот очень внимательно наблюдайте за собой вот в этот период, где это вот, он уже начался. Я изначально думала, что ближайшие три месяца, но мне уже показывают, что он уже начался. Вы уже как-то, какие-то подсказки вы улавливаете, вы их не осознаёте, но вы уже обращаете внимание на то, что уже какие-то подсказки идут. Вы их не можете интерпретировать, вы их не совсем понимаете, осознаёте, но вот чувствуете, что что-то грядёт. Знаете, вот бывает такое предчувствие. Вот это вот об этом. А чего вас хотят уберечь небеса? Двойка кубков. Завершение. Вас хотят уберечь от завершения каких-то либо отношений, либо дружбы, либо взаимодействия с кем-то. Хотят вас уберечь от того, как вы взаимодействуете с миром. Не совсем здесь понятно, как вы вот этого, знаете, баланс брать, отдавать. Здесь показано о том, что вы как будто бы не должны действовать, да? Не должны действовать. А как вы не должны действовать? Как-то поверхностно, да, знаете, как-то вот легко, на позитиве не нужно действовать. А как надо? Надо быть более чётким, конкретным. То есть здесь, знаете, такое ощущение, что нужно выстраивать как-то границы. Здесь не бояться какой-то жёсткости, не бояться отрезать что-то, не бояться принимать серьёзные взрослые решения. Здесь не нужны сомнения, не нужна какая-то двоякость. Так что нужно? А что нужно? Нужно быть в потоке, нужно быть в согласии с самим собой, нужно слушать свой внутренний голос. Да, Туз Кубков говорит о том, что нужно быть в любви, прислушиваться к своей интуиции. Вот она, верховная жрица. Здесь очень важно быть, знаете, в готовности, но это не означает, что вы сидите и ничего не делаете. А это значит, что вы продолжаете делать то, что вы делаете, но при этом всё время прислушиваетесь. Не упускаете ли вы что-то? Вот здесь нужно прислушиваться к своему телу, к своим каким-то подсказкам. Здесь внутрь, здесь не внешнее, а здесь какое-то внутреннее. Может быть, есть какой-то маленький тихенький голосок, который вы всё время как-то упускаете. То есть здесь нужно быть внимательным и нужно быть как-то, знаете, настороженным. Мне показывают здесь человека, который ходит на цыпочках. То есть, так знаете, тихо, чтобы не побеспокоить, чтобы не спугнуть. То есть вот создать какую-то внутреннюю тишину для того, чтобы услышать, услышать какой-то... Здесь такой тихий-тихий голосок, он как шёпот идёт. И когда вы своё внимание направляете на внешний мир, вы не слышите этот шёпот. Потому что вот это не просто голос, а это именно шёпот. То есть для того, чтобы его услышать, нужно остановиться и, знаете как, замереть и прислушаться. Что же здесь говорится? Не упустить эту возможность. Здесь что-то такое идёт. Хорошо. Что хотят вам подарить? Что хотят подарить? А долгожданную победу? Долгожданную победу? Выход из какого-то состояния упадка, может быть, эмоционального безразличия. Хотят подарить новое мировоззрение, показать вам истину. Истину ваших собственных страхов и как их побороть. То есть здесь, скорее всего, то, что вам нужно будет сделать. Здесь звезда выпадала. По судьбе вот это вот... Как-то здесь у меня идёт призвание и найти своё место под солнцем. Вот эти два слова идут. И вам... Вы это не можете сделать, потому что есть страхи, которые вас останавливают. Скорее всего, вы эти страхи не понимаете, не осознаёте. Поэтому здесь и говорится, что шёпотом вот что-то внутри вас нашёптывает и говорит, что именно боитесь. То есть вам куда-то надо пойти, в каком-то направлении, метафорически куда-то надо пойти. Но вы это боитесь. И вот этот голос внутренний, он вам может подсказать, то есть не куда идти, а он вам может подсказать, какие страхи не дают вам пойти в нужное направление. И вот если вы эти страхи уберёте, тогда вы услышите голос, голос, который вас зовёт, куда вам нужно идти. Здесь вот страхи, они создают какие-то шумы, они создают помехи. То есть есть какие-то радиоволны, которые хотят пробиться к вам, но они идут с помехами. Это вот как раньше были радио не с кнопочками, а с этим, как это, кружочек такой, который крутили, да, и настраивали волну нужную, необходимую до тех пор, пока ты не поймаешь радиоволну, да, чётко я, чтобы говорил этот голос, ну идёт с каким-то помехом. Вот здесь вот помехи, это ваши страхи. И вот надо их убрать, надо их убрать, и тогда вы услышите голос. Но вот эти вот помехи, они связаны с вашим мировосприятием. Здесь вот вы узнаете какую-то истину. Здесь что-то вскроется, и вы сможете эти страхи, эти страхи внутри себя, сможете их усмирить. С чем связаны эти страхи? Да с материи не связаны, да, с деньгами, с комфортом, с уютом, может быть, с заработком. Здесь, знаете, ещё может быть, какой момент, то есть вам нужно заниматься каким-то делом, но, возможно, это дело, оно может не приносить вам денег. И вы как будто бы боитесь этим заниматься, потому что вы боитесь за свою безопасность. То есть как я буду жить, на какие деньги, как я буду платить свои счета, если я буду заниматься этим делом. Здесь вам говорят о том, что неважно боишься ты или нет, тебе всё равно придётся заниматься этим делом. Либо совместно, параллельно с тем, не знаю, у вас какая-то профессия, и вот это вот дело. Либо вот пойти в это дело так или иначе. Здесь вот страшно, здесь как будто бы... Такое ощущение, что вот это вот дело, оно как будто бы не даёт вам, не будет давать вам финансы. Но здесь, знаете, как может быть, напрямую, может быть, вы не будете, это не зарплата, вы не будете от этого получать деньги, но из-за того, что вы будете давать вот эти вот блага миру, мир вам будет возвращать деньгами, но по-другому. То есть не из этого источника. Ну, например, там, не знаю, какое-нибудь волонтёрство, которое вам необходимо, да, то есть вы должны как-то помогать. Ясное дело, что у волонтёрства нету финансов, но вот какой-то вот благие вот эти вот дела, вы будете из какого-то другого источника получать деньги. Но здесь очень сильные страхи, вот по поводу финансов, да, по поводу профессиональной сферы. На новое начинание, волнение, переживание очень сильное. Здесь вы очень думаете много, то есть как решить, да, как решить, но здесь дьявол, то есть вот в этом урок. Это иллюзия, иллюзия, обман. Здесь такое чувство, что вот вы в своей голове, здесь был Ярафант, придумали себе, что вот есть только один источник, вот это вот только вот тот, который я имею сейчас на данный момент, да, там, я не знаю, с моей работы, там, не знаю, что вы делаете, ну, стабильный какой-то. И вам кажется, что вот если я буду заниматься своим любимым делом, либо хобби, либо то, куда вас, то, на что у вас есть отклик в душе, вот когда вы этим делом занимаетесь, либо это направление, я не знаю здесь, что это конкретно, но вот душа ваша ликует, она получает какое-то вот удовлетворение, и потом включается ваш мозг, ваш разум, который говорит о том, что вот на этом деньги не заработаешь. И вы как будто бы себя вот подавляете, говорите, нет, я отказываюсь от этого, от этого я вот буду, как все, вот зарабатывать вот так деньги, да, по королюбе, да, кле, потому что здесь вопрос безопасности, здесь нету доверия. И вот мне кажется, что здесь вот как будто бы душа плачет, да, то есть ты все время думаешь, там, я не знаю, о своем теле, думаешь о своем уме, а вот как будто бы про душу забываешь, вот здесь как-то такая, и она очень сожалеет, плачет, и она как будто бы хочет сказать, что не волнуйся, будет у тебя все, и деньги будут, и все, что ты, то есть ты не останешься голодным, не останешься без крови, но здесь как-то, знаете, момент доверия, риск, да, то есть есть люди, которые рискуют деньгами, а здесь вот риск довериться, довериться этому делу, пойти рискнуть, здесь мне страшно, вот я чувствую, да, вот ощущаю здесь энергию, мне страшно, то есть как-то вот страшно перешагнуть, я боюсь, потому что здесь человек, который привык надеяться только на себя, а тут вот именно шаг доверия, шаг в неизвестность, в никуда, это очень страшно, и поэтому вы туда не идете, ну а что подарить-то хочет, а подарить хочет движение, движение в новое, зачем, потому что вот в этом новом у вас идет десятка педагли, причем смотрите, да, как я выложила краски над королем педагли, вы боитесь, но у вас есть, то есть по сути то, что вы хотите, вам это дадут, не знаю, здесь очень сильный страх идет, я не знаю, что вам сделать, я не знаю, как вам здесь побороть, как, что нужно сделать с этим страхом, не бояться идти дальше, видите, восьмерка жезлов, рыцарь жезлов, двигаться, двигаться вперед, сферы, сферы в будущее, король жезлов, быть более решительными, не бойтесь идти в новое начало, ну вот аркан смерти тоже говорит, что здесь должно быть завершение прошлого, ну так или иначе, хотите вы или нет, да, то есть какие-то судьбоносные моменты будут в вашей жизни, либо вы самостоятельно, если время пришло, а здесь время пришло, аркан мира, аркан суда, аркан звезды, маг у нас здесь выпадает, то есть хотите вы не хотите, жизнь она изменится, сложно будет только, но здесь уже вот какая-то такая ситуация, которая уже прописана, и она здесь говорит о том, что либо вы идете сообща, либо вы как будто бы идете против течения, вот чем больше вы сопротивляетесь, тем больше вы себе боли создаете, то есть не небо вам дает, небеса дают вам какую-то боль, а боль создаете вы сами своей внутренней, вот этой вот борьбой, знаете, это вот как когда тело болит, и ты сопротивляешься, то есть ты фокусируешься именно на этой боли, и тем самым вы напрягаетесь, чем больше напрягаетесь, еще большая боль, а здесь говорится наоборот о том что расслабься отпусти отпусти вот как только ты отпустишь это придет к тебе вот здесь что-то такое вот такая у меня была и третья позиция благодарю вас всех за внимание про чай с вами до следующих раскладов всем пока пока